Перед началом официальной части фойе волейбольного комплекса депутат Госдумы Оксана Пушкина вместе с президентом благотворительного фонда «Счастье жизни» Ириной Гайворонской вручили 15 ребятишкам с особенностями здоровья билеты на елку и приглашения на целый ряд развлекательных программ. У меня рядом стоит моя девушка, красавица Ирина Гайворонская. Вот у нее есть потрясающий благотворительный фонд. Когда звонят депутатам и говорят, ой, дайте нам денег на то-то, у вас же есть фонд, у нас ничего нет. Но у нас есть люди с добрыми сердцами, такие как Ирина. Я ей позвонила и сказала, что вот нужно Ирина. Ирина сделала. Волшебница не я, волшебница такая, как Ирина и такие люди, как Ирина. Их, к сожалению, не так много. Здесь не только новогодняя елка. Здесь у нас Маша и Медведь, три богатыря, новогоднее сказочное мега-шоу. И бонус – зима в Простоквашино, в парке развлечений. То есть тут у нас прям целая программа. На конференции секретарь областной партийной организации Лидия Антонова выступила с отчетным докладом. Она отметила, что за последние годы региональное отделение «Единой России» существенно укрепило свои позиции. Выросло количество членов партии и первичных организаций. Согласно Думе представительства, на 21-й отчетно-выборной конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрано 244 делегата. Они представляют 68 местных отделений партии. Также делегатами конференции, согласно уставу партии, являются 124 члена регионального политического совета, 15 членов региональной контрольной комиссии. Таким образом, делегатами конференции являются 385 человек. Председатель Московской областной думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов в своем выступлении подчеркнул, что главными показателями работы партии стали результаты выборов. В первую очередь подает этому пример губернатор и депутатский корпус всех уровней, и простые члены партии участвуют во встречах с гражданами, ведут постоянный прямой диалог каждый месяц в режиме встреч в залах, во дворах, на территориях, собирают наказы граждан, говорят о проблемах открыто и формируют тем самым программу действий на следующий период бюджетного года. Делегаты конференции признали работу областной партийной организации в отчетном периоде удовлетворительной. В ходе тайного голосования депутат Госдумы Лидия Антонова на 21-й отчетно-выборной конференции подмосковного отделения партии «Единая Россия» вновь стала его секретарем. С избранием ее поздравила секретарь местного отделения «Единой России», глава Денцовского района Андрей Иванов. Я хочу поздравить Лидию Николаевну с очередным избранием. Мы всячески будем помогать ей в этом непростом, очень сложном деле и будем, я уверен, надежной опорой и самым активным отделением партии в Московской области. Работа отделения партии признана удовлетворительной, и об этом говорила Лидия Николаевна в своем докладе. Очень приятно, что в докладе прозвучали мы с хорошей стороны, и та активность, которую наше отделение «Единцовское» проявляет во всех массовых мероприятиях, в выборах, то, что мы помогаем ветеранам, медицинским учреждениям, все это не осталось незамеченное. Помимо секретаря, участники съезда определили новый состав регионального политического совета и его президиума. Теперь численность партии по Подмосковью составляет 72 тысячи человек. Почти 75% всех депутатов областной думы – единороссы. В планах организации – увеличение количества встреч с жителями. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...